Дима, я очень рада тебя видеть. Взаимно. В очередной раз у нас есть возможность пообщаться, потому что твой опыт и та история, которую ты обладаешь, на самом деле грех не поделиться. Поэтому подскажи, пожалуйста, свой бизнес во сколько ты начал? В предпринимательстве с 20 лет. В 20 лет начал. Как в таком возрасте без предпринимательского опыта вообще стартовать? У нас, мне кажется, все предприниматели без предпринимательского опыта стартуют. Поэтому методом проб и ошибок самое же главное здесь желание и понимание, зачем ты это делаешь. Я просто до этого пробовался в разных работах по найму. Это и повар, и чернорабочий, и продавец-консультант. Я убедился на своем личном опыте, что там особо в плане дохода не для меня перспектив, и поэтому не оставалось никаких вариантов, кроме того, как пробоваться в предпринимательстве. Но то, что ты смел и дерзок, это отлично. А как воспринимают люди, окружение, предпринимательское сообщество вот таких же молодых и амбициозных? Ну, я когда с предпринимателями общался, многие предприниматели, конечно, с надмедной улыбкой воспринимали информацию от меня, потому что, возможно, силу возраста они на меня вешали какие-то ярлыки и думали, что у этого молодого парня, скорее всего, нет какого-то сильного предложения или инструмента. Если он молодой, значит, он чем-то не солидным занимается, поэтому чего его слушать. Но со временем, так скажем, по мере наработки компетенции, подача информации поменялась, появились первые результаты, которыми я начал делиться, и все, и пошел процесс, так скажем, работать, пришло получаться. Почему сетевой? А какие варианты есть? Предложите, да? Ну, опять же, линейный. Опять же, то есть я когда работал в найме, я видел всяких классных дядей, которые строят такие гостиницы, там, может, строят машины, там, мотоциклы, рестораны открывают, заводы, пароходы. Я понимал то, что это люди, которые создают капитал и имеют большие возможности, но я не понимал, каким образом эту историю можно начать, там, в 20 лет, не обладая ресурсами. То есть, чего начать? Нет капитала, нет ресурсов в виде связи, компетенции, там, в каком-то вообще понимании, как устроены эти бизнес-процессы, вот. И я хотел чем-то заниматься, но не было понимания, чем, именно в плане предпринимательства. И когда мне показали модель сетевого бизнеса, я понял то, что с абсолютно небольших денег я смогу начать эту историю, и ключевое, что меня подкупило, помимо маленького входа, это то, что есть готовая система работы, и мне ребята сказали по факту, что мы тебя всему научим. То есть, мы тебя всему научим, это было ключевое, что повлияло на мое решение. Все. Соглашусь, потому что в обычном бизнесе, вот, ну, меня, например, никто не поддерживал, да, все ждали, когда кто-нибудь позвонит быстрее. Да, конкретился. Слушай, отлично. А как семья отнеслась? Ну, у меня на тот момент времени только родители были, я не был в отношениях, так как я вырос в обычной рабочей семье, без отца. У меня мать водителем трамвая, в прошлом работала, сейчас она на инвалидности, на пенсии. Вот. Бабушка, санитарка, дедушка, водитель тоже автобусов. В общем, ребята зарабатывали у меня всю жизнь, родственники, небольшие деньги. И особенно у бабушки с дедушкой были определенные стереотипы по поводу предпринимательства, потому что они со временем 90-е проживали, и распад, так скажем, режима там одного, замена другого. Вот. И для них предпринимательство, это была какая-то страшная история, то, что это вот обязательно бандиты, это вот какая-то там стрельба, это вот там убьют тебя, просадят, короче, и так далее. И, соответственно, они меня старались защитить, говорили, отговаривали всячески, что я туда не должен идти, что необходимо получать образование, необходимо по накатанной дороге уже, так скажем, двигаться, иметь стабильную работу для того, чтобы была пенсия в дальнейшем и так далее. Но моя бабушка не знала, что предприниматели тоже налоги платят, в том числе и пенсионные. Вот. Поэтому на начальном этапе было много негатива, и я испытывал постоянный стресс, прессинг от родителей, так как я, так скажем, жил с ними, у меня не было возможности жить отдельно. И каждый день выслушивал, что не надо, не надо, не надо, не надо. Но в один из дней я им сказал, дорогие мои любимые, уважаемые, даже если у меня что-то не получится в этой жизни, я буду винить только себя. Это мой опыт. Вот. Это будет мой опыт, я не хочу в конце жизни там сожалеть, с сожалением оборачиваться назад и понимать, что я по этой дороге пошел только из-за того, что родители нас стояли, и у меня еще и не получилось. То есть я не хочу вот эту историю. Это точно. Дайте мне прожить свой опыт. А любимая женщина как? А любимая женщина появилась чуть позже. Да? Да, да, да. Насколько она в тебя поверила, поддержала? Ведь это же очень важно, когда в отношениях есть еще поддержка. Согласен полностью. Вот. Мы, получается, с женой уже 8 лет вместе. Я в предпринимательстве с 2013 года. Познакомились мы с ней, так скажем, когда конец января 2015 года. То есть я уже 2 года в предпринимательстве был. У меня до UDS был опыт, в том числе и линейного бизнеса, и сетевого. И вот весь тот опыт, который я получил на протяжении 2 лет, он меня привел к тому, что я купил опыт за 35 тысяч долларов. Я должен был денег абсолютно всем. Банкам, кредитам, коллекторам. Вот. И по факту, по факту мы с ней познакомились. Оставалось только верить, да? Я эту задачу обозначил. Я говорю, слушай, я гол как сокол, но я амбициозный. Вот 100% я все сделаю. Вот просто как бы, как скажем, в гадалки не ходи. Пару лет я раскачаюсь. В принципе, она меня поддержала. Отлично. Да, и пару лет мне на 19 месяцев понадобилось, чтобы проскачаться. Супер. Я очень рада, на самом деле, за такие семейные союзы, когда есть такая поддержка. А подскажи, пожалуйста, вот, ну, для мужчины тоже очень важно, да? Какое у тебя есть хобби? Чем ты себя помимо бизнеса радуешь? Ну, у меня самое основное хобби – это рыбалка. Я очень люблю рыбалку с самого детства. Вот. Поэтому при каждом удобном случае я езжу на карпятнике, ловлю карпов. Даже так? Вот. Там, года два назад я перешел на спиннинг, там, ходил на судака. Ну, постоянно сейчас хожу на судака, на щуку. В этом году освоил ультралайт. Вот это спиннинг такой, так скажем, более нежный на более чувствительную ловлю. Все. И как бы я в этом восстанавливаюсь, я кайфую. Вот. В этом году мне даже в начале года компания подарила, так как я достиг определенного результата, эта компания подарила путевку в Доминикану, чтобы я слетал, порыбачил. Вот. Но я еще не воспользовался этой возможностью. Да. Год был интенсивный. Но я думаю, то, что либо в конце этого года, либо в начале следующего я… Воспользуйся возможностью скататься на Сахалин. И это тоже. Да-да-да-да. Пока есть такая возможность. Слушай, здорово. И сразу вопрос, вот, когда говорят о сетевом, когда говорят о такой возможности, ну, другого заработка, да, и там не вджобывать ежедневно, да, вот как мы привыкли, линейщики. Сколько ты смог заработать денег во время рыбалки? Такой момент, можешь понимать, там, в пассиве, не знаю. Слушай, ну, да, с ребятами я недавно делился, то, что у меня во время рыбалки один раз приехал на Критатник. Ага. Приехал, затарился с самого утра, там, закинул прикормки, закинул там спиннинги, все. Я сидел, ждал, и погода вроде располагающая была, должно было, ну, неплохо ловиться. Но целый день тишина, я не знаю, может, там давление, что-то давление было. В общем, ни одной поклевки, вот, ну, порядка 8 тысяч долларов в бинар, ну, там, с бинара прилетело, в бок-офис зашло. Я, когда приезжаю на рыбалку, я просто телефон в машине оставляю, чтобы меня отвлекаться. Не отвлекаться. Да, я когда вечером уже пошел собирать принадлежности, дошел до машины, такой, сел, включил интернет, зашел в бок-офис, такой, думаю. Ну, в целом рыбалка была неплохой. Удалась, да. Удалась. Отлично. Слушай, ну, вот как раз уже продолжение темы заработка и денег, да, это же тоже про новый уровень жизни, про качество жизни. Как ты, ну, я не знаю, там, сразу получил, там, заработал свой миллион, там, поймал вот это вот ощущение счастья, или это было как-то постепенно? Вот как люди приходят большим деньгам? Слушай, ну, у меня было постепенно. И на начальном этапе я, когда начал зарабатывать чуть выше среднего, ну, своего дохода, чуть выше привычных мне денег, там, 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей в месяц, для меня это казалось какие-то безумные деньги, потому что я в найме столько за год зарабатывал, а тут за месяц. И я, когда первый раз, я как сейчас помню, я домой пришел, я тогда раздал все долги, как раз в конце 16-го года, там, раздал все долги, раздал все кредиты. Мы с женой наконец-то съехали в отдельную квартиру, сняли первую квартиру за 15 тысяч рублей в месяц на окраине города. Вот, и я, как сейчас помню, я вернулся с очередной командировки, ну, в эту квартиру на окраине города за 15 тысяч, у меня встречает жена, я говорю, смотри, что у меня есть, достаю пачку денег, 380 тысяч, я говорю, смотри, сколько заработала, она такая, сколько тут денег, я говорю, 380 тысяч, она такая, говорит, давай их отложим, спрячем, вдруг больше не получится, я говорю, давай, вот, на следующем месяце там в районе 400 заработал, тоже пришел, говорю, смотри, сколько, и снова под матрас, то есть мы, я где-то 3-4 месяца, но с женой вообще даже, не тратили деньги, мы думали, что это, мы думали, что это чисто какая-то случайность, вот, что, как бы, повтора не будет, я как-то, я знал, что в сетевом бизнесе есть деньги, я видел эти деньги, но я себя никогда с этими деньгами, с большими не ассоциировал, то есть мне казалось, что они где-то там далеко, мне там 23 года, и как я там в 23 года буду эти миллионы зарабатывать, и, по сути, когда вот эти первые деньги начал получать, как бы, у меня и вроде заработал, и вроде есть, и непонятно, в следующем месяце это будет, вот, где-то на пятом, на шестом месяце я уже подпривык, ну, и там очень быстро на миллион вышел, то есть где-то порядка 26 месяцев, меньше миллиона, в принципе, у меня там чек не падал, понятно, были потом и коррекции, там, на 27 месяц, на Новый год, 27 месяца, но в целом, вот, как бы, оно и пошло, там, миллион семьсот, миллион триста, там, два семьсот, два восемьсот, и так далее. Ну, слушай, интересная история, с виду так скажешь, слушай, так легко все давалось, так повезло, слушай, а есть ли истории, которые, знаешь, ну, сделали тебя, потому что, опять же, я как предприниматель четко понимаю, ну, не, там, знаешь, не по щелчку делается успех, да, есть какие-то факапы, как сейчас модно говорить, да, вспомни какую-то такую историю, которая тебя подстегнула, которая подхлестнула к тому, что, блин, я это сделаю, не получалось, но я это сделаю. Ну, у меня много факапов было, и факапы это нормально, на самом деле, потому что, когда мы ошибаемся, мы учимся, и самое главное здесь от факапов, факапу двигаться без потери энтузиазма, как говорится, вот, и по-другому опыт никак не приобрести, то есть, тот же самый стоматолог или хирург, для того, чтобы стать профессионалом, там, в своей области, он очень большое количество работы проделывает, и, возможно, на начальном этапе он даже большое количество здоровья людям, ну, сокращает это местами, но, если он это не будет делать, он не станет профессионалом, и в дальнейшем не сможет людям делать результат на высоком уровне. У нас, к счастью, на что-то здоровье влиять нет необходимости, вот, мы можем хоть каждый день идти в рынок, проводить встречи, ошибаться, там, получать отказы, где-то косячно проводить встречи, проводить косячно переговоры, и, ну, то есть, никак на нас это не повлияет. А вот твоя какая-то вот сейчас история, прям, коротко можешь, что-то не получилось, не знаю, там, подстегивали тебя, подтрунивали? Ну, подстегивали, подтрунивали, это всегда, то есть, чем бы ты ни занимался, тебя всегда будут стебать и трунеть, в первую очередь, потому что они будут таким образом оправдывать свое бездействие, да, и завидовать это в таком формате. Меня даже завидует, что у меня жена красивая, вот, ну, реально, то есть, мне там, мои друзья начали, там, одно время говорить, да, что ты с такой красивой, она, там, меркантильная, она, там, к одному идет, ко второму, там, пока ты в командировках, она, там, тебе это, пятое, десятое. Ну, и, короче, вот, всегда будут какие-то моменты, поводы для общения, особенно, если ты движешься на пути к успеху и, там, достигаешь каких-то результатов, поэтому я на эти вещи не обращаю внимания, а такие вот прям факапы, ну, я, честно говоря, не вспомню, ну, были отказы обыкновенные, вот, были, получается, ну, все, ну, отказы, короче, ну, это же не факап, это просто накопительным эффектом я делал, я не считаю, что это факап, то есть, ну, не получилось достичь цели, что там, плохого, попробовал, ну, сделаю снова, сделаю снова, попытка, попытка, это прям никакой-то факап, это, это, получается, движение на пути к цели, это, ну, создание результатов, можно сказать, что ты терпеливый человек? Терпеливый и трудолюбивый, терпение отрут, все перетрут. Слушай, отлично, ну, я очень рада, что ты смог поделиться, коротко о главном, и я считаю, что твоя история кого-то тоже должна обязательно зацепить, кому-то понравится, и кто-то в тебе увидит того самого человека, который может сделать что-то больше. Благодарю тебя.